Анна, приимный дом. Благотворительную больницу графа Шереметьева открыли 210 лет назад. Здание, ставшее украшением Москвы, одно из немногих не пострадало в пожаре 812 года. Врачи Шереметьевской больницы с самого начала на передовой оказание неотложной помощи. Русско-турецкая война, Первая мировая революция. Они не выбирают сторону, спасают. В советское время клиника становится институтом скорой помощи. Именно здесь впервые ввели историю болезни пациента. Предложили создать единый коммутатор для неотложки 0-3. Сформировали выездные бригады. Все это было новым для мировой медицины. Все эти 210 лет сначала Шереметьевская больница, а потом уже институт Склифосовского, как такой правоприемник, продолжали оказывать помощь всем тем, кому она нужна. Это пациенты с эксной помощью и с плановой какой-то патологией и так далее. Поэтому, конечно, для нас это серьезная историческая дата, и мы ее всегда справляем. Еще 20 лет назад в историческом здании лечили пациентов. Но сегодня знаменитая подкова Склифа — это крупнейшая лаборатория, лектории для студентов, научная библиотека, церковь живоначальной Троицы и музей медицины. Именно здесь можно узнать, как изобрели аппарат искусственного кровообращения, открывший эру кардиохирургии. Об экспериментах Владимира Демихова, который, вопреки скептиков, верил в трансплантологию и не бросал эксперименты. Новые направления развиваются и сегодня. Неотложная неврология, клеточные и тканевые технологии. Будет прекрасное современное отделение патологической анатомии с очень современной лабораторией гистологической. Там будет большое отделение, именно научное подразделение, которое будет заниматься доклиническим исследованием лечебных, лекарственных препаратов. Одна из крупнейших мировых хирургических школ клиника, куда доставляют самых тяжелых больных после аварий и катастроф. Институт Склифосовского и во время эпидемии коронавируса принял удар на себя. Спасибо вам. Но даже такой большой юбилей врачам долго праздновать некогда. Сирены скорой помощи не смолкают. Татьяна Проскурякова, Никита Проскурякова.